Скажите мне, что нами в жизни движет, что всем нам ускорение придает? И если зададимся мы вопросом, ответ к нам обязательно придет. Что рано утром встать нас заставляет мыть сквозь сон опухшее лицо? И почему в серьезности мы маску надеваем к моменту, как выходим на крыльцо? Мы едем на работу по привычке, которую засунули себя. Из-за внушенных с детства кем-то страхов, боимся дружно завтрашнего дня. Ведь это просто, если разобраться, коль вам работа радость не несет. Откуда счастью в вашей жизни взяться? И как, скажите, сердце запоет? Сидит в нас страх один другого глубже, а вдруг меня уволят, что тогда? Ведь кризис же вокруг, держаться нужно, чтоб в холодильнике моем была еда. А как боимся мы стареть, когда морщины вдруг появляются от жизни непростой? На этом страхе делается бизнес, приносим и доход, и неплохой. А как же все вокруг боятся смерти? А вдруг мы заболеем и умрем? И хоть мы с вами завсегдатые аптеки, но к этой грани непременно подойдем. Боимся многого, еще переживаем, за все и вся сердца наши болят. А то, что этим мы проблемам помогаем, такое верить люди не хотят. Идем мы в школу, чтобы взяли на работу, а на работу, чтобы купить поесть. Ведь если не работать, то умрете. Кто вбил вам в голову такую жесть? А где же Бог? Куда вообще Он смотрит? Когда нам всем давно так страшно жить? Живем мы в мире ужасами полном. В нем очень трудно счастье получить. И если покопаться глубже в каждом, найдется много там чего еще? Переживаний, страхов и вопросов. Забыли мы про главное одно. Куда скажите в этой вашей каше, с болтовни и множества проблем, успеть хоть слово вставить в душе вашей, чтобы передать вам Господа завет? Он разговаривает с каждым человеком, но мы и не пытаемся понять. Для нас совсем другое в жизни важно. За столько надо переживать. А сколько нужно информации засунуть в детей своих о жизни непростой, отправить их вперед, багаж наполнив. На что им сдался опыт наш такой? А ведь Господь другого от нас хочет, чтобы жили мы все в счастье и любви. И дети наши были как цветочки, росли и радовались солнышку они. А мы про счастье как-то упустили. Уткнувшись в телевизор, интернет, и про любовь мы детям рассказать забыли. Еще раз, ее раз в жизни нашей просто нет. И как же нам заметить, дорогие, в каком прекрасном мире мы живем, когда идем глазами, смотрим в землю еще одним обычным серым днем. Земля подарена нам в райском состоянии, чтобы жить и Господа за все благодарить. Но мы сумели как-то незаметно любовь на страхи темные сменить. И мир вокруг уже не приносит радость. Закрыли мы проблемами глаза. И жизнь теперь нам стала больше в тягость. Очнитесь, ведь так и дальше жить нельзя. Давайте вспомним главные понятия, действительно которые важны. Работа, чтобы приносила счастье. Вы никому по жизни не должны. Жить так, чтобы другим не навредили. И делать то, к чему лежит душа. Ее задача главная, так сделать, чтобы жизнь была красива и легка. Давайте выбросим из головы всю пакость, все мысли про проблемы и дела. И впустим в сердце мы любовь и радость. Позволим, чтобы душа вперед вела. Прошу, присматривайте за собою. Ведь мы в ответе за своих детей. И если недовольны вы судьбою, пора быть может разобраться в ней. Чтоб дети наши видели примеры любви и счастья на родителях своих. А не рассказы наши о проблемах. Подумайте о детях вы своих. Они ведь наши судьбы повторяют. Какой для них урок преподаем. Теперь, когда мы все об этом знаем, Давайте жить осознанно начнем. Денис Овчинников, «Ключи от рая». Стихотворение называется «Еще одна попытка разобраться».